Снаружи и внутри школы номер 27 все напоминает о необходимости соблюдать масочный режим. В фойе на столе перчатки, антисептик и средства индивидуальной защиты для тех, кто вдруг их забыл. А еще человек, мимо которого никто не проскользнет с температурой. На участке номер 3181 безопасность превыше всего. Идет голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Сотрудники комиссии следят, чтобы граждане соблюдали дистанцию полтора метра. Открылись в штатном режиме. Граждане голосуют активно. Первый голосующий пришел к 8.01. Поэтому, видимо, активность и неравнодушие граждан. Хотя основной день голосования 1 июля, чтобы избежать скопления народа на избирательных участках, уже с 25 числа в течение недели желающие могут проголосовать. За исключением мер безопасности процедуры проходят по стандартному сценарию. При себе необходимо иметь лишь паспорт. Ручку каждому участнику голосования выдают индивидуально. Волеизъявление химчане фиксируют в бюллетене в кабине для голосования. Вопрос в бланке всего один. Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации? Ответить можно да или нет. Химчанин Константин Скобарин пришел на избирательный участок в числе первых. Он для себя давно решил, напротив какой графы будет ставить галочку. Для каждого гражданина России это ответственный день и долг перед своей страной, перед будущим, перед будущим поколением. Ни одна из поправок у меня смущений никакого нету, потому что они важны для каждого жителя, для будущего. Стенды с информацией, какие именно изменения будут внесены в Конституцию в случае одобрения народом, расположены на всех участках для голосования. Кроме этого, полный перечень изменений можно прочитать на портале Госуслуги во вкладке «Общероссийское голосование по изменениям в Конституцию РФ». Все нововведения выделены цветом.